Друзья, просто бабушка прислала голосовое очень-очень смешное. Ой, боже, суббота, 28 ноября. Выходной день сегодня. Мы с Дамиром продолжаем наши баттлы в играх. Вот, как я уже говорила, Володя вчера сварил невероятно вкусный борщ. Что-то он увлекся в последнее время кулинарией. Хотя попрошу заметить, у него есть среди всех его образование. У него огромное количество всяких корочек. В прохождении всяких курсов и так далее. Помимо двух высших образований и помимо техникума и так далее. У него, в общем, очень много образований. И он еще и пекарь. Пекарь это одно из таких вот последних его образований. Я не помню, он второе выше получил... Ох, сейчас скажу. И получил раньше, чем выучился на пекаре. Ну, там он курсы прошел от работы. Или нет. Я вот этого не помню, если честно. Вот. Привет, как всегда, моей щитовидке. Вот. Она подарила мне замечательный отек сегодня. Мне выписали новые таблетки, и что-то они мне совершенно не помогают. Вот. Говорят, должно пройти около двух недель. Хотя на таблетках написано, что организм адаптируется к ним дня два-пять дней. Ну, как-то, блин, как-то не происходит ничего хорошего пока. И меня это вообще, ну, никак не радует, если честно. Продолжаем мы с Дамиром. Как я уже сказала, Володя увлекся кулинарией, Дамир увлекся классической музыкой. Я уже рассказывала, что одно из самых любимых его, так называемых, произведений в данный момент, это Вивальди времена года в рок-обработке. Вот. Ну, помимо этого, он слушает и другие классические произведения, и в рок-обработке, и сами классические варианты. Вот. Я же очень люблю симфонии Баха, и мне даже сразу вспомнилось, как я посетила однажды органный концерт в Донецке, в католической церкви. Посмотрела, как выглядит сам орган, и как на нем играть. Для этого нужно два человека, то есть один ты играть на нем не сможешь, только два человека для этого необходимо. И я, если честно, пришла в огромный-огромный восторг, когда увидела, как это вообще происходит, услышала свои любимые симфонии, и я была в огромном восторге. Я никогда не думала, что когда-нибудь у меня появится такой опыт, и я никогда не думала, что этот опыт у меня появится именно в католической церкви, в Донецке. Кстати, католическая церковь в Донецке меня всегда очень поражала своей величественностью, тем, как она выглядит сама по себе. Также меня очень поражало то, что эта церковь, то есть там было огромное количество иностранцев, служения велись на польском языке. В общем, для меня это огромный опыт, мне всегда было это очень интересно. Я была на христианских служениях, я общалась с людьми, которые проповедовали вот это вот десятники или пятидесятники, я не помню, как-то так вот. У меня просто знакомые ходили в эту церковь, и подруга ходила. Я была на служениях в баптистской церкви. Вот, и я была также на служениях в католической церкви. Вот католическая меня прям повергла в огромный восторг. К слову, в католической церкви я была не раз. И однажды меня и прочих людей не хотели выпускать из церкви, пока мы девушки не наденем на себя такую небольшую серебряную, как иконку, да, она была такая вот полукруглая, я все день ношу на себе, с Девой Марией. Вот, я так понимаю, что в католической церкви молятся Деви Марии. Вот, и, в общем, мне очень понравилось в католической церкви, мне очень было интересно, что в Донецке, что в Харькове там побывать, вот, послушать, что говорят люди, которые посещают эту церковь, что говорит вот их батюшка, их сестры. Я просто не знаю, как это правильно там у них называется, может, это называется как-то по-другому, но я думаю, и так понятно, что я имею в виду. Вот, также хотела рассказать о том, что мы с Дамиром не так давно посетили магазин Примхобби. До того, как Дамир заболел, у него, ему сказали принести на урок творчества фетр зеленый, принести бисер крупный, красный или зеленый. И нитки, иголку крупную и нитки, то ли зеленые, то ли тоже или зеленые, или красные, по-моему, ну, в общем, как-то так, да. И мы, значит, я искала в интернете, что же такое фетр, как он выглядит, вот, где его купить. И нашла этот магазин Примхобби, находится он на сити-центре, здесь у нас находки. Значит, мы его пошли искать, заодно прогулялись. В тот же день мы посетили в сити-центре торговый центр, зашли во Фрэш 25, посмотрели новогоднюю посуду, сняли немножечко для вас. Там еще травянчики были, вот, я помню, как Володя когда-то принес мне смешного чудика, я говорю, а что это? А там был, ну, вот, какой-то как человечек небольшой, оказалось, это травянчик. Его нужно поливать водичкой, и у него растут такие-то волосики, травка. Это так мило, но, к сожалению, я совершенно забыла его с собой взять, когда мы поехали в Харьков, и я боялась, что он не выдержит такой жары, которая тогда стояла. И я переживала, что вдруг он как-то поломается, нарушится, еще что-то, не знаю. Все это наложилось друг на друга, и в итоге... Сейчас, секунду. И в итоге, все это наложилось друг на друга, и в итоге за моим травянчиком ухаживал Володька. Вот, поливал его, и мне было это безумно приятно, это была какая-то некая связь наша, то есть он в Донецке, я в Харькове, и он поливает наше первое общее растение травянчика. Вот, и, значит, мы были там в этом магазине, да, и, ну, во Фрэш-25, и, значит, там тоже есть травянчики, и Домирчику тоже очень захотелось. Вообще, он хочет давно уже какие-то комнатные цветы, он очень любит заниматься выращиванием цветов, он выращивал на подоконнике различные цветы, в том числе и подсолнухи, и они росли, и серьезно, они росли, вот, они, правда, ну, маленькие выросли, но они росли, подсолнухи на подоконнике. У Домира вообще, он выращивал цветы, у дяди, ну, у дяди моего он уехал давным-давно в Америку, но у него есть дом, которым занимаются мои родители на данный момент, ухаживают, смотрят за ним, там, ночуют и так далее, да, периодически. И, значит, на территории, там, где вот огород, малой выращивал цветы, там, вот. В общем, ему очень нравится заниматься выращиванием цветов, там, овощей, фруктов и так далее. И, значит, у нас, мы пытались прорастить зернышко авокадо, но у нас ничего не вышло, к сожалению. Возможно, я что-то упустила, или там было сказано проколоть дырочки такие небольшие, вставить туда спички, и до этих дырочек, чтобы туда не затекала вода, поставить в воду. Постоянно воду менять, поставить цветок на солнышко, ну, чтобы не сильно им было жарко, но сторона была солнечная. Я вот, вроде бы, все соблюдала, но мне кажется, что, возможно, я все-таки перезалила эти дырочки и косточка сгнила. Возможно, так оно и было, я не знаю. Вот, это мой первый опыт выращивания авокадо, и, к сожалению, ничего не вышло. Вот у Дамира все всегда пока что получалось, у меня вот не вышло с авокадо. Поэтому Дамир очень давно хотел комнатное растение, и мы обязательно приобретем комнатное растение, но немножечко-немножечко попозже. И я ему предложила начать с того, чтобы купить травянчика такого, вот, потому что комнатное растение это хорошо. Но у нас, по факту, есть всего три подоконника в квартире. Обычно цветы куда стоят? На подоконник. Сверлить стены в съемной квартире хозяйка скажет, ай-яй-яй. Вот. Я так думаю, вряд ли она разрешит это сделать. Чтобы, знаете, по стенам поставить такие вот, как горшки. И, ну, понимаете, о чем я, да? Вот такие вот есть всякие плетеные, такие вот, как железные, да, красивые горшки. И можно по стенам прям поставить. Вот. А если говорить о подоконниках, то у нас код, он просто будет это все скидывать или есть эти цветы. Вот. Он проявляет огромнейший интерес к цветам. Можно, в принципе, поставить на холодильник. Вот это, наверное, единственное место, куда можно было бы поставить. Но, пожалуй, для начала можно начать с травянчика. Тем более, что, во-первых, это снимает из меня некую ответственность. Вот. Во-вторых, ну, это как начало стартового. Плюс ко всему я очень люблю травянчиков. Вот. Так вот, значит, магазин рукоделия. Мы зашли в этот магазин, посмотрели. Там все, вы знаете, мы собирались отправить бабушке посылку. Ну, бабушке Дамира, моей маме, отправить посылку. Мы уже узнали в стеке, что посылка полкилограмма. Будет нам стоить отправка. Где-то она будет ехать дня 4-5 до мамы. И посылка обойдется нам 750 рублей. Ну, естественно, чем она крупнее, тем дороже цена. Чем быстрее хочешь отправить, тем тоже дороже цена. В принципе, это весьма приемлемая цена. Мы об этом еще подумаем. Вот. И, значит, там в Примхобби было очень много коробок красивых новогодних, в которые можно было бы сложить нашу посылочку. Также мне давно хотелось научиться делать пледы из крупных-крупных таких вот, как ниток, да, как веревок таких крупных вязаных. То есть там как-то тебе не вязать надо, а просто ты как-то это все это плетешь. Вот. Потом надо какой-то узел там специально сделать. И у тебя получается очень-очень крупный вязкий плед. Так же можно делать шарфы, так же можно делать шапки, но это все нужно посмотреть в интернете. А смогла ли бы я это делать? Потому что, помню, в свое время я пыталась вязать. Единственное, что у меня получалось, это, вы знаете, как в Советском Союзе в трилляжах у наших бабушек, прабабушек и так далее, всегда были такие вот, как салфетки. Значит, она вяжется крючком, салфетка. Вот, крупная такая вязка делается. У меня с этим всегда были проблемы. У меня либо слишком крупно все получалось, когда я именно концентрировалась на процессе, либо когда я просто вяжу и не концентрируюсь на процессе, у меня очень сильно стянутая вязка. В принципе, если она не будет стягиваться в носок какой-то, да, все еще будет оставаться салфеткой, то и тот, и другой вариант вполне себе предпочтителен для данной ситуации. Так вот, но нужно быть все-таки внимательнее. Возможно, рукоделие это не мое, но тем не менее, меня всегда тянет что-то сотворить своими руками. Вот, и, ну не все, ну не все, меня не каждая вещь заинтересует. Так вот, в примхобби я увидела вот эти вот крупные нитки. И, значит, о чем я? Вот эти вот салфетки, то есть ты вяжешь, ну, скажем, размером с ладонь, да, мою, или как две ладони, да, салфетку. Потом ты ее крахмалишь, кладешь, допустим, в тарелку какую-нибудь, и она приобретает форму этой тарелки. И у тебя получается такая вот вязаная вазочка, что ли. Вот, я не знаю, как у вас, у меня у бабушек, прабабушек такое было в трилежах. И у тех моих знакомых, у которых я была в гостях почти одного возраста, у них тоже были такие вот корзиночки, тарелочки, вот, вазочки, как хотите, называйте. И вот мне вот почему-то хочется сделать, вот, говоря о крупной вязке, вот такие вот пледы, шапки, что-нибудь такое в интернете надо посмотреть. Еще пробовала вязать носки или шарф спицами, но что-то, короче, я там не поняла в схеме, спросила у мамы, я не помню, что-то она мне, по-моему, ничего не ответила на этот счет. И, в общем-то, на этом все закончилось, потому что тогда никаких интернетов не было, вот, в моей жизни. И я не поняла, что написано в книге, и, ну, а что я теперь сделаю? Мама мне не ответила на мой вопрос, ну, не помогла она мне в тот момент, не знаю, по какой причине. Может, она была занята, может, она не верила в то, что я смогу связать что-то, может, у нее настроения не было. Это не в суть, это не важно, вот, может, она решила, что там все неправильно делаю, но в любом случае время уже не вернуть, и вязание спицами как-то не зашло у меня в тот период в итоге. Значит, еще мне хотелось бы научиться клево шить, вот, в принципе, задатки есть, я шила в детстве куклам платья, вот, но как-то мы не подружились с швейной машинкой, которая была у нас на уроках трудов в 4-й школе города Ясиноватая, в которой я училась. Это была какая-то кревая машинка, я вот педалькой вот так жук-жук-жук, а она почему-то строчила то взад, то вперед, путала нитки, и, в общем, была какая-то жуткая ересь, у меня ничего не выходило. И всегда учительница думала, что просто я косорукая такая и не умею шить, хотя у меня никаких проблем не было ни с детской машинкой Ладушкой, ни с маминой японской машинкой, ни с советской машинкой на педальке у меня никогда не возникало проблем. Три машинки швейные, которые были у нас в Ясиноватой в квартире, ни с одной не было проблем, всегда были проблемы с той швейной машинкой, которая была на уроках трудов. Но проще, конечно же, признать, что у меня руки растут из жопы, чем признать тот факт, что это какая-то корявая машинка. Не может такого быть, что на уроках трудов я не могу шить этой машинкой. А у моей тети, например, у меня получалось на точно такой же машинке шить. У родителей три машинки разнообразных, и у них тоже все получалось шить у меня. Ну, окей, хорошо. Если моя учительница по трудам так легче, то окей. Кстати, я была в огромном шоке, когда она такая многоуважаемая женщина, а в итоге я вижу ее... Ну, она сейчас очень плохо выглядит. Она ходит в каких-то шкурах. Торгует чем-то. Не знаю, с сумками под...